Репетиционный экзамен проводится для того, чтобы уже на настоящем испытании выпускники чувствовали себя уверенно и не тратили впустую 4 драгоценных часа. Ежегодно у нас проходит репетиционный экзамен заранее, для того, чтобы дети, во-первых, себя попробовали, процедуру проведения единого государственного экзамена на практике, чтобы они научились заполнять бланки, потому что там бланки регистрации, бланки дополнительных ответов номер 1, 2, чтобы они поработали с кимами, посмотрели практически, что они из себя представляют, попробовали свои силы, психологически настроились. Все контрольно-измерительные материалы, используемые на репетиционном ЕГЭ, полностью соответствуют требованиям образовательного стандарта. Для выпускников больших изменений нет, для них также по-прежнему обязательными являются экзамены русский язык и математика, для того, чтобы получить эти стад, они должны набрать минимальное количество баллов. В процедуре проведения экзаменов некоторые изменения есть, но они касаются организаторов, то есть тех, кто обеспечивает безопасность экзамена. В частности, нововведением этого года являются камеры, которые будут установлены в каждом учебном классе, где будет проводиться экзамен. На входе в учебные заведения также будут установлены рамки металлоискателей. Это поможет исключить возможность пронести с собой микронаушник, телефон или любой другой гаджет, который поможет выпускнику списать. Кто в какой аудитории будет проходить ЕГЭ, решает специальная компьютерная программа. В аудитории 15 мест, каждое место пронумеровано, вы видели, это буквы и цифры. И, соответственно, получается таким образом, что ученики, даже если они из одной школы, то вероятность того, что они попадут там все из одного класса в одну аудиторию, она минимальная абсолютно. То есть, миксируются все выпускники. Таким образом, получается, что на экзамене присутствуют выпускники в одной аудитории из разных школ и разных классов. К учителям, которые наблюдают за школьниками во время проведения экзамена, также предъявляются особые требования. Первое требование – это то, чтобы специалист был не специалист той дисциплины, по которой проводится этот экзамен. Это подтверждается наличием диплома и, соответственно, в пункте проведения экзамена, в тот день, когда проводится экзамен по одной дисциплине, наличие преподавателей данных дисциплин абсолютно исключено. Это исключает любые консультации, подсказки. Задания пробного ЕГЭ составлены на основе тестов прошлых лет. Итоги подобной репетиции позволят ученикам увидеть свои ошибки и лучше подготовиться к экзамену. На исправление погрешностей у выпускников останется совсем немного времени. Первые настоящие экзамены начнутся уже в мае.